В результате пожара в центре Сочи пострадал один человек. Утром загорелся дом на улице Воровского. Поздравить Сочи приехали казаки со всего края. Старт торжествам ко дню города дал казачий парад. На Мамайке открыли обновленную набережную реки Псахе. События приурочили ко дню города. Хрустальный петушок планирует стать всероссийским, а пока фестиваль вывел на сцену новые сочинские таланты. На Кубани проверят поставщиков продуктов в детские сады. Об этом Вениамину Кондратьеву рассказал президент Торгово-промышленной палаты России в рамках рабочей встречи. По словам Сергея Катырина, это пилотная программа. Подобные мониторинги они собираются провести в нескольких регионах страны. Это позволит отсечь недобросовестных поставщиков и создать базу надежных производителей. Глава Кубани в свою очередь отметил, что вопрос о принципе закупок продуктов питания в школы и детские сады в крае неоднократно поднимался. Ведь главный критерий при выборе поставщика – низкая цена. С просьбой пересмотреть этот подход Вениамин Кондратьев уже обращался к вице-премьеру Ольге Голодец и заручился поддержкой с ее стороны. Такой проект на Агры сейчас начали. Суть его в том, чтобы мы с помощью торгово-промышленных палат проводили экспертизу тех, кто претендует на то, чтобы поставлять в детские сады, ясли, больницы по госзаказу, муниципальному заказу, чтобы это было до соответствующего качества. Ну и соответственно посмотреть на то, какие могут быть условия для таких поставщиков. Спасибо вам за все-таки этот проект. Если торгово-промышленная палата будет делать экспертизу продуктов питания, которые будут идти в частности особо для нас принципиально важны, это в детские сады, школы и в наши детские здравницы. Знаете, много у нас дешевого молока. Настолько дешевого, что закрадывается мысль, не фальсификат ли это. И об этом сегодня мы все говорим. Но сегодняшнее законодательство установлено таким способом, что даже покупая детское молоко для детских садов и школ и детских здравниц, мы обязаны брать, как ни странно, самое дешевое. Потому что критерий отбора даже для детей, оно должно быть просто дешевле, чем иные поставщики молока. Но мы реально понимаем, сколько стоит настоящее молоко на Кубани. Очень важно. Если торгово-промышленная палата будет делать экспертизу, вот тут мы тогда эту проблему, наверное, победим. Еще один вопрос, который затронули на встрече – проекты, нацеленные на развитие сельского хозяйства. В частности, речь зашла о создании предприятий переработки. К решению этой задачи необходимо подключать бизнес, считает Вениамин Кондратьев. И здесь не обойтись, в том числе и без помощи торгово-промышленной палаты. Переработка сельхозпродукции или глубокая переработка пшеницы – это вообще будущее экономики нашего аграрного региона. И мы должны понимать, если мы хотим будущее, хорошее будущее, сытое будущее экономики, значит, мы должны делать переработку, заниматься переработкой, как бы сложно этого не было. А у нас есть фермеры. Фермеры, я считаю, это подушка безопасности, которая должна быть в нашем регионе. Мы – аграрный регион. Но следующий шаг у фермеров – это объединение. То есть должен быть какой-то магнит, который их объединит. А это переработка. Вот здесь мы очень надеемся на вашу поддержку. Потому что сегодня Кубань должна вырваться из сырьевого региона и стать очень сильным регионом-переработчиком. Президент торгово-промышленной палаты поддержал руководство края и пообещал подключиться к решению этих вопросов. И к городским новостям. В результате пожара в центре Сочи пострадал один человек. Сегодня в 9 утра загорелся двухэтажный дом номер 39Б на улице Воровского. Через пять минут на месте происшествия уже были первые пожарные расчеты. Из барака пожарные вынесли пять газовых баллонов. Тем самым предотвратили взрыв. В результате пожара пострадал один человек. Его госпитализировали. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Главное событие минувших выходных, конечно, день города Сочи. Событие которого так долго ждали жители, которому тщательно готовились власти и организаторы. Праздник курорта отмечает три дня. Старт торжеством дал парад казаков. Началось празднование на площади у Зимнего театра, где собрались представители кубанского казачества. Поздравить курорт приехали со всего края. Как они сами говорят, казаки – это в первую очередь патриоты. Есть у казаков обычаи и традиции, которые должны защищать родину, свои границы, любимый город, семью. Поэтому все по-прежнему, все на старом уровне. Охрана общественного порядка, защита границ, участие в ликвидации последствий ГОЧС. Ровно в 10 все они были готовы поздравлять и принимать поздравления перед дорогой. Опять же, по традиции, небольшое богослужение. Затем собравшихся приветствовал глава Сочи Анатолий Пахомов, который и возглавил шествие казаков. Колонны казаков прошли маршем от театральной площади по курортному проспекту. В связи с этим до 11 часов движение транспорта на этих участках было приостановлено. Зато на всем протяжении маршрута колонны приветствовали тысячи горожан. Шествие завершилось на площади Южного Мола. А сочинцы и гости курорта тем временем не скупились на поздравления любимому городу. Хочу пожелать всем сочинцам благополучия, состояния, чтобы все было хорошо, побольше здоровья. Но, конечно, чтобы всегда были такие солнечные, хорошие дни. Поменьше застройки, побольше зелени. Самое главное, чтобы город всегда оставался зеленым, чистым и красивым. Наш Сочи – самый прекрасный, самый солнечный, самый яркий город на земле. Не отбит город, наверное, по сравнению с Сочи, не сравнится с такой погодой, с таким настроением. Я всех поздравляю, жителей нашего города, с таким замечательным праздником, какой сегодня мы отмечаем. Ура! Ура! И какой же праздник в Сочи без национального колорита? На площади развернулся настоящий фестиваль «Кухонь народов мира». Вот, к примеру, так выглядит армянский стол, накрытый в лучших традициях. Тут шашлык, сунджук, гата, пахлава, долма из виноградных листьев и, конечно, гранат. А за концертную программу отвечали творческие коллективы города. Не обошлось и без традиционного чествования заслуженных горожан. Кроме того, мэр наградил сочинца, с чем и ушел родились в день города, а также семейные пары, которые прожили вместе не один десяток лет. Кстати, в 2018 году площадь Южного Мола станет главной развлекательной площадкой в рамках проведения чемпионата мира по футболу. Тут же пройдет фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого планируется трансляция всех матчей мундиаля. Именно тех, кто будет представлять курорт на всех крупных мероприятиях в рамках подготовки футбольного чемпионата, представили на дне города. Первым послом Сочи стала олимпийская чемпионка-теннисистка Елена Веснина. Второй посол города, сын футболиста Слава Митривелли Сергей. Я благодарен руководству нашего города за оказанное мне доверие. И хочу пожелать болельщикам и любителям футбола хороших матчей, а нашим футболистам, конечно, успехов на чемпионате мира. И да здравствует наш прекрасный город. В день рождения города была задействована не только площадь Южного Мола, но и еще десятки площадок по всему Сочи. Елена Веснина, телекомпания ФКТ. День Сочи продолжился народными гуляниями. Разнообразные точки активности работали на всех площадках города. Песни и стихи о родном Сочи в этот день звучали на улице Несебрской. Приморская ротонда превратилась в литературный балкон, где любители лирики могли поздравить любимый город с праздником. А вот зажигательная музыка наполнила сквер у Морпорта. Черешневый сад стал большой детской площадкой. Юные сочинцы сооружали из кубиков здания, рисовали картины и принимали участие в оздоровительной зарядке. Здесь же работала палатка центра медпрофилактики, где уже взрослые люди могли проконсультироваться у специалистов, проверить свое давление и пройти ЭКГ. Каждую точку активности посетил и Анатолий Пахомов. Глава города поздравлял всех горожан и отметил успешное завершение курортного сезона. И что преобразования в Сочи будут продолжены, как и решение первоочередных задач. У нас впереди по разным сферам много задач. В первую очередь это и социальные вопросы, которые мы вроде бы каждый год решаем и много делаем. Но тем не менее предстоит еще и дальше продолжать переселение из ветков аварийного фонда. И нам надо продолжить строить детские дошкольные учреждения. И мы уже приступили. Уже детский сад один строим, другой начнем строить. Мы уже начали строить школу в Верхней Беранде, но нам предстоит еще четыре новых школы начать строить в начале 2017 года. Продолжать развиваться на курорте будет и спорт. Ко дню города на Новогинской открылась воркаут-площадка. Пока одни показывали трюки на турниках, по соседству проходили рыцарские бои. Также мэр Сочи поздравил сочинцев, внесших большой вклад в организацию проведения Олимпийских игр. Анатолий Пахомов вручил им грамоты и памятные медали за подписью президента. Разнообразные точки активности были организованы на площади у городской администрации. Выставки, музыкальные конкурсы, веревочный парк, разные спортивные мероприятия. Прошел и концерт с участием городского сводного хора. Сочи очень хороший город. Это и в климате заключается, это заключается абсолютно во всем. Здесь очень доброжелательные люди. Здесь город просто полон красок. Мы когда выходим в город, это просто вызывает огромный восторг, потому что да, ну как это может не вызывать улыбки. Красоту города и масштаб праздника отмечали не только сочинцы, но и гости курорта. Очень рады, что хорошая погода. И мэра встретили, что он ходит вместе с людьми, они передвигаются отдельно на машине. И город очень чистый и всегда очень прекрасно воспринимаются все мероприятия здесь. Поэтому спасибо вам. Смотрим, что народу очень много, вот на этой площади шикарно, очень красиво. Я думаю, что люди очень рады побывать во многих точках и все довольны, я считаю. Ну а сегодня официальная дата праздника – 21 ноября. Она совпадает с Днем Михаила Архангела, который считается покровителем курорта. Поэтому с утра в храме, названном в честь этого святого, прошло торжественное богослужение, а после – крестный ход. А на площади искусств сегодня появилась еще одна достопримечательность. Ее открыли мэр курорта Анатолий Пахомов, олимпийский чемпион Алексей Воевода и депутат Госдумы Константин Затулин. В этом году Сочи принял девятые всемирные хоровые игры, которые, по оценке экспертов, были признаны лучшими за всю историю проведения этого мероприятия. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. А в Адлере в День города загадывали желания, причем все они были связаны с любимым городом. О том, кто будет теперь исполнять желания Адлерцевы и что за подарок получили жители Хосты в сюжете Елены Овсециной. Девушка Хоста символизирует быструю местную реку. Эта скульптурная композиция появилась в самом живописном уголке Сочи к столетию курортного поселка. Ее автор, известный сочинский скульптор Вячеслав Звонов и архитектор Александр Тарасов в День города получили благодарственные письма главы курорта. Граждане города ставят памятник. Граждане города должны за него быть ответственны и следить за ним, потому что это их состояние, достояние, это их история. Авторы скульптуры искренне рады, что их творение к празднику получило второе рождение. Теперь здесь новые фонтаны, благоустроенное место для отдыха и сама скульптура капитально отреставрирована. Она расположена напротив кинотеатра Лочь, где традиционно хостинцы отмечают все праздники. В этот день активистов района лично поздравлял и награждал глава города. Самое большое богатство нашего города, самое большое богатство нашего района – это вы, наши горожане. И я вам благодарен за то, что вместе мы идем к счастливому будущему, полному пониманию этого слова. С праздником! С Днем города вас! А в это время адлерцы на набережной пляжа Чайка стали участниками открытия необычного сквера желаний. Каждый житель Адлера пишет свои пожелания для города, то, что он хочет видеть в своем городе и оставляет нам в этом аквариуме. Глава города, прибывший посмотреть, как в этом районе проходят праздничные мероприятия, озвучил свое пожелание. Желаю, чтобы набережная пляжа Чайка была освобождена от построек и расширена не менее чем на 10 метров. Открыв скульптуру «Золотая рыбка», которая по легенде и должна исполнять желания жителей Адлера-Госи-Курорта, все же настоящим волшебником был назначен глава Адлерского района, организовавший накануне по инициативе Анатолия Пахомова закладку «Новые рощи». Силами жителей Адлерского района было высажено 500 эвкалиптов, в том числе 178 эвкалиптов было посажено на Нижнеемеритинской низменности вдоль Олимпийской набережной. Изменился и сквер Бестужева. Здесь появилось новое место для фотосессий. Цветочная композиция, открытая книга под названием «Сочи». Оно действительно будет одним из любимых мест наших туристов, ну и наших жителей, конечно, и вас. Но самое главное, это все нужно сохранять и приумножать. А кто это должен делать? Ну и правда мы. Повсюду детские аттракционы. Есть рядом и скейт-парк, и площадка для воркаута. Подросткам и молодежи есть, где и в будни, и в праздники заниматься. А вот взрослые решили поделиться с ребятами частичкой своего детства. Мы в детстве играли в эти игры классики и решили детям показать, как можно провести свободное время. А на площади около районной администрации развернулись настоящие гуляния с караваем, чаем, блинами, пирожками, вареньем. Здесь и выставка казачьего оружия, и много детских творческих работ. Веселились адлерцы от души. Когда еще как ни в день города всем собраться на одной площади и под национальной мелодией объединиться в танце. Звони, 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 звони. Елена Афсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а накануне вечером в микрорайоне Мамайка открыли обновленную набережную реки Псахе. События это тоже приурочили ко дню города. Реконструкция длилась почти пять лет. Набережная сильно пострадала во время летнего паводка в 2011 году. Пришлось восстанавливать и укрепительные сооружения, ремонтировать мост и дорогу, привозить в порядок пешеходные зоны. Ну а подарком местным жителям стала художественная подсветка крестовидного моста поцелуев. Во-первых, действительно уютный район, он очень востребован нашими гостями. Ну и второе, жители этого и сами хотели. И мы надеемся, что вот та красота, которая сейчас здесь появилась, то, что мы сегодня создали здесь, это еще раз говорить будет о том, что хорошее, красивое. С первых дней будут наши дети, наши внуки понимать. Ну и добавлю, что, по словам самих жителей, теперь в темное время суток гулять по обновленной набережной стало приятно и безопасно. В день города прошел и финал первого общегородского квеста «Мой Сочи». Он проходил в два этапа. Первый стартовал 7 ноября. Участникам необходимо было найти плакаты, сделать фотографии с ними и выложить в Инстаграм. В соцсетях каждый день публиковалась подсказка, которая была спрятана в биографии знаменитого сочинца, космонавта Виталия Севастьянова. В финал вошли 15 человек. Те, кто первыми собрал фотографии со всеми плакатами, а их было 17 штук. Заключительный квест стартовал на площади Южного Мола, где все участники финала были поделены на команды. Я думаю, что каждый из сегодняшних загадок, этапов, что-то откроет для себя новое, что-то, может быть, кто-то уже знал. И, конечно же, хочется пожелать всем участникам, во-первых, вас поздравить, вы уже в финале, вы уже прошли первый отбор, вы уже лучшие. И я думаю, что, конечно же, сегодня, несмотря на то, что кто-то знаком, не знаком, но вы сработаете реально в команде. Пока участники проходили задания по центру города, зрители на площади Южного Мола следили за ходом игры. На экранах периодически появлялись прямые включения. Победители получили призы от спонсоров – три седьмых айфона. Не остались без подарков и другие участники. Среди призов – сертификаты на проживание в отеле, билеты в парк развлечений и на скалодром. Повторить успех счастливчиков можно будет уже совсем скоро, в преддверии Нового года. Новый, самый масштабный квест пройдет по всей стране. А финал состоится в новогоднюю ночь в Сочи. Сочинский фестиваль творчества планирует стать всероссийским ежегодным городской конкурс «Хрустальный петушок». Уже принимает заявки от участников из других регионов. А накануне фестиваль подвел итоги на сцене Зимнего театра. Расскажет Татьяна Говоркова. Впервые итоги фестиваля «Хрустальный петушок» подводили в Зимнем театре. За семь лет масштаб конкурса заметно вырос. С каждым годом продемонстрировать свои таланты стремятся все новые ребята. Настя Круглова только первый год занимается в театральной студии. Вот уже выходит на сцену Зимнего, да еще и со знаменитой Еленой Чайковской. За разглядом нет, все. Надо кидать фильмы. Подготовить стихи о защитниках Отечества Насте помогала ее руководитель Людмила Виноградова, которая разработала коррекционно-развивающую программу по творческой реабилитации детей-инвалидов и знает, как важны для ее воспитанников такие конкурсы. Это самоутверждение, как всегда. Они более спокойны, более уверены в себе. У них появляется стимул. Они чувствуют, что они нужны людям. Это здорово. В этом году во всех этапах фестиваля приняли участие около 150 коллективов и талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Читали стихи, пели, играли на музыкальных инструментах, показывали мастерство в прикладном искусстве. А Олег и Диана, участники проекта «Приодолейка», танцевали вальс. К номеру ребята готовились полгода. Уже выступили не только в Сочи, но и в Краснодаре. И если Олег танцует уже несколько лет, то у Дианы этот год стал дебютным. Поначалу переживала, а потом уже все. Для меня никаких волнений мне не стало быть. Я поняла, что для меня это все-таки важно. Ну и укреплять мне мышцы и все такое. Я решила этим заняться. Когда вот начинаю танцевать, почему-то волнение пропадает. Но уверенность, как бы вот эти движения, как бы запоминаешь тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Тренировки принесли результат. Диана и Олег стали лауреатами фестиваля. Всего в финал конкурса вышли 50 участников. Каждый из них получил персональный компьютер от общественной организации «Лига женщин Моздобра». А поздравляли участников и их руководителей звездные гости. Я очень рада, что к нам сегодня очень много приехало гостей, таких как Елена Чайковская, Оксана Пушкина, Ирина Роднина. Приехала Мария Малиновская. С каждым годом у нас все лучше и лучше. На следующий год мы уже планируем сделать один просмотр, пятый, именно детей со всей России. Потому что нам подают такие заявления. В этот день подарки ждали не только конкурсантов. Активисты молодой гвардии преподнесли букет Елене Пахомовой и поздравили ее с днем рождения. Приятные сюрпризы ждали и несколько семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получили от общественной организации средства на реабилитацию, сертификаты на ипотерапию и дельфинотерапию. А семье Безнюк подарили современную инвалидную коляску со всеми необходимыми функциями. Мы выбрали себе легкую коляску, которая складывается удобно. У нас нет своего транспорта, мы пользуемся общественным. Поэтому это очень важно. Вес коляски, ее размеры. Поэтому большое спасибо Лиге Женщин. Спасибо, что помогаю таким деткам, как наши детки. И в первую очередь родителям. Предоставлять такие подарки удалось благодаря меценатам, которые много лет поддерживают организацию Лига Женщин Моздобра и в частности проект «Хрустальный петушок». Эти предприниматели были отмечены почетными грамотами от главы города. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Международный день студента отметили в Международном инновационном университете. Там доказали талантливая личность, талантлива во всем и провели конкурс среди певцов и танцоров. Конкурс вокального и хореографического мастерства среди студентов назвали «Калейдоскоп талантов». В самом деле оценить выступление было непросто. Настолько разные были номера. Большая часть, конечно же, лирика. Некоторые студенты решили представить национальное творчество. Подняли настроение зрителям девушки в славянских костюмах и пели хорошо, и танцевать призывали. Номинацией было две певцы и исполнители танцев народов мира, но особо отличились барабанщики. Поболеть за своих сокурсников пришли представители каждого факультета МИУ. Творческие конкурсы здесь неотъемлемая часть учебного процесса. Я очень рада, что я учусь в этом вузе, так как я считаю, что в стенах инновационного университета можно получить престижную работу и активно участвовать в студенческой жизни. Участники поблагодарили молодежь за поддержку, а ректора и профессорско-преподавательский состав за организацию столь интересного мероприятия. Педагоги в ответ отметили – талантливый студент – это перспективный студент. Жюри хоть и заявило, что сделать выбор было непросто, но имена лучших все же назвало. Первое место в номинации «Вокал» занял Дмитрий Берзения, а в хореографии не было равных братьям Ниба – Саиду, Мадину и Мурату. Под аплодисменты им вручили кубки победителей. Отметили и лауреатов конкурса. Каждый получил сладкий подарок – торт. В завершение все вместе участники спели главную песню – про родной университет. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Прошел в день города и первый турнир по уличному баскетболу на Кубок городского собрания Сочи. Совет молодых депутатов собрал на площадке Южного Мола более ста любителей стритбола. Попытались попасть в кольцо и сами народные избранники. Это первый турнир по стритболу, приуроченный ко дню рождения Сочи, который провел Совет молодых депутатов при городском собрании. Но, судя по количеству принятых заявок на участие, биться за Кубок городского собрания по уличному баскетболу горожане будут ежегодно. Старт новой традиции дали сами народные избранники. Ну а после на спортивной площадке вышла сочинская молодежь. Школьники вошли в первую категорию участников турнира. Вторая категория – это любители, то есть студенты, для которых стритбол – это хобби. В третью представительскую группу вошли представители администрации курорта и различных городских организаций. Инициатива данного мероприятия принадлежит городскому собранию и лично председателю городского собрания Филонову Витеру Петровичу. А мы, как Совет молодых депутатов, мы занялись реализацией его инициативы совместно с Департаментом физкультуры и спорта. Победителям участникам обещаем, в первую очередь, хорошее, прекрасное настроение, атмосферу праздника. Для нас это самая главная цель. Энтузиазм большой у ребят, они с большим удовольствием принимают участие, и мы должны их поддержать в этом. Из десятка мероприятий, которые прошли в Сочи в день города, турнир по уличному баскетболу на Кубок городского собрания выбрали более сотни горожан. Спорт, отмечают участники, становится образом жизни местной молодежи. Мы благодарим Совет молодых депутатов, который организовал это мероприятие. Наша команда, например, представляет Департамент архитектуры и градостроительства города Сочи. И много молодежи, много ребят. Как олимпийский город мы должны поддерживать статус нашего города и воспитывать спортивную, в первую очередь, молодежь и спортивный дух. Принципы турнира олимпийские – главное участие. Но, как известно, спортсменам нужна победа и поощрение. В итоге в молодежной группе победителем стала команда «Оружие будущего». Среди любителей лидировали пауки, а в представительской группе золото завоевала команда агентства недвижимости «Арго Сочи». К слову, упор в своей работе молодые депутаты делают не только на спорт. Народные избранники взяли опеку над подрастающим поколением и сегодня активно занимаются и нравственным, и патриотическим воспитанием молодежи. Буквально через неделю по инициативе Совета молодых депутатов Сочи пройдет всероссийский тест по истории Отечества. Принять участие в нем приглашаются все ребята, желающие попробовать свои силы и освежить полученные в школе знания. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь, а завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес «Центр Грант». В Гранде большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкой корпусной мебели для интерьеров разных стилей и направлений. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.